всем привет у нас очередная лекция 2 видимо да про разработку для линукс давать и под линукс и мы с вами напоминаю штат курс спецкурс факультет вычлета математики кибернетики и для его сдачи нужно будет выполнять домашние задания которые в скором время появится кажется со следующего раза уже будет прям настоящая домашка в прошлый раз мы начали с вами говорить про то что необходимо для то что в принципе все это происходило и поговорили просто сахар одну вещь кстати он не успел рассказать но я и расскажу сегодня вот если раньше тема секью решила была не очень такая средне нужна это сейчас она очень нужна потому что гитхаб чека например больше не 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 дает доступа на чтение и запись по логину паролю из-за того что часто эти логин пароли утекают а исключительно по схашному ключу так что уметь и генерировать было бы очень неплохо научиться я наверное даже начну именно с схашного ключа потому что во первых мы это дело повторим во вторых я хочу одну вещь показать важную после чего мы эту тему закроем будем считать что в этом разберете сами если если вдруг вам понадобится еще что значит напоминаю что секью решил это терминальный доступ к удаленному хосту который работает где угодно вот ну в линуксе просто как бы очень часто используется я постоянно это делаю вот в частности если вы попросите у меня логин на виртуал очки для нашего практику мы то вы будете туда ходить по ссх и вообще у нас вот это эта часть разговора будет про него вот частности из-за этого же у нас все утилиты которые мы используем в нашем курсе будут консольные чтобы за пределы экрана консольного никуда не выходить тексту секью решил использовать для защиты информации протокол с асимметричным шифрованием есть понятие открытый ключ закрытый ключ открытый ключ вы можете раз и не только можете а должны раз рассылать всем закрытый ключ вы держите только у себя никогда никуда не копируйте вот таким образом можно проверять во первых аутентичность в том числе аутентичность хоста к которому подключаетесь вот проверять нет ли атаки ретрансляции если вы знаете ключ открытый ключ хоста и это знание абсолютно очевидно то при подключении может проверить ход тот этот хвост или нет вот а во вторых хвост может проверить вы это или нет когда вы демонстрируете ключ открытый вы значит туда его присылаете потом все шифрует своим закрытым ключом и только вашим открытым ключом это можно дешифровать это значит что это только вы были за закрытый ключ вы не показываете никому по этой причине нет возможности без как-то социальных технологий заставить сгенерировать трафик подписанный вашим закрытым ключом вот такая карта вот для того чтобы ну да ключ надо запароливать для того чтобы каждый раз не вводить пароль от ключа используют штук под названием агент вот агент запускается значит с помощью команды и вал с сахагент вот так вот запускается агент в действительности как в прошлой лекции было сказано это просто более короткая запись довольно длинной строки который выдается хоген при запуске вот и тогда если с хоген запущен с помощью команды с сахар можно добавить к нему ключи а с помощью команды с хад минус эль посмотреть сами ключи их отпечатки ну или есть большой то открытый ключ вот вот это те самые ключи которые вы добавили уже закрыты и по наличию которых ваш с той стороны может может авторизовать какая-нибудь система например гитхаб да вот если вы зальете то вот это открытый ключ что вам гитхаб разрешит пользоваться и начнение записи значит помимо этого он используется также для терминального доступа например если заходить на линук спрак вот то как видите я зашел на линук спрак словами линук спрак без логины и пароля предъявляем у какой-то ключ сейчас я посмотрю какой вот этот не от это хостки offering туда же написано offering вела темпт вот их два какой он какой он предлагает offer вот этот предлагает по акцент то есть мы ему предложили вот этот ключик и не значит он его принял и тем самым мы вот зашли на машину вот некоторая дополнительная хитрость про которую я забыл рассказать вплошь и раз состоит в том что мы можем притащить с собой агента допустим с этой машины мы хотим идти дальше это же с ключом у нас есть две опции опция 1 категорически неправильная а именно таскать туда свой закрытый ключ это то чего сделать нельзя ни в коем случае копировать закрытый ключ нельзя и дальше и пользуются им чтобы ходить дальше опция 2 это воспользоваться так называемый устройством проброса агента это ключик минус а большое вот он в результате которого происходит следующая вещь если мы заходим на иных справ с ключом минус а то авторизация к агенту будет работать следующим образом ну во первых давайте проверим видны ли мои ключи ой надо вербос убрать вот они обратите внимание что на удаленной машины видны и ключи которые на самом деле запущены в агенте на машине на которой нахожусь сейчас как-то устроено устроен очень просто через сетевое соединение через сокет решил с той стороны ходят обратно по вот этому каналу который я сейчас установил к каналу связи к моей машине к тому агенту который запущен здесь и всю авторизацию всю дешифрацию происходит нам происходит на моей машине стало быть на доверенной машине на машине которые я разрешаю хранить закрытый ключ а трафика идет дальше и таким образом я отсюда с удаленной машины с пробросом агента с помощью ключа минус а вот минус а могу заходить беспарольно дальше на какие-то другие свои значит машинки где у меня тоже есть логин вот зачем это нужно не знаю но вот чтобы вы не недумывали а где у моего у меня лежат ключи когда я вот например с линук справка куда-то захват чего я не успел рассказать в прошлый раз придется рассказать по-быстрому сегодня это про собственно систему контроля версии гид с помощью которого со следующей лекции у нас будут оформляться домашние задания сегодня я принял решение что поскольку погибли про гид я не рассказывал я не буду требовать оформления домашних заданий со следующего раза бум так что пока что у вас есть время подключиться к нашим лекциям сегодня опять будет разговор в основном про бла-бла вот точнее про те аспекты этого вашего линукса то бишь дистрибутивов на базе даре линукс про которые в этом курсе не будет рассказано слишком многое вы должны будете узнать как достичь соответствующего результата при работе с вашей линукс системы самостоятельно или если вы пользуетесь виртуалкой практику мы тут там все будет уже сделано а если а если вы пользуетесь значит с каким-то знакомым мне линуксом то может вы можете быть спросить просто у меня я подскажу но пока поговорим про гид разумеется гид должен быть установлен в вашей линукс системе то есть команда гид должна быть как минимум пакет который называется гид корр сейчас давайте посмотрим что стоит у меня пока только гид корр это кстати интересно мы наверно поставим еще чего-нибудь туда для всяких хитрости но вот гид корр стоит и команда гид работает гид это система контроля версии я повторяю конец прошлой лекции у которой у системы контроля версии есть три задачи всегда это хранение исходных данных вашего проекта версионирование то есть введение истории разработки и возможность использовать один репозиторий для совместного совместной работы над проектом чтобы значит исходный код писал больше чем один человек мы с вами в наших лекциях будем использовать в основном для хранения все вот совместная разработка на следующем семестре планируется правда на питончике но без разницы а что касается версионирования то она будет использована исключительно для определения времени когда вы решили ту или иную задачу то есть время коммита это значит время решения комит после дедлайна означает что вы просрочились там вашем решении как-то хранение версионирование разработок популярные ныне подвид систем контроля версии называется распределенные системы контроля версии или dvcs которые обладают таким свойством что нет у какого-то центрального места где все одновременно хранится не в смысле в команде которая занимается разработкой нету да ну например вас там на гитхаб чеки все лежит вот это и есть ваше центральное место в протоколе взаимодействие в самом протоколе такого понятия не распределила значит как устроена централизованная система контроля версии ну например с вы у вас есть один большой сервер на котором вы заводите проект заводите пользователей этого проекта которые имеют право оттуда читать и и туда комитет писать в этот большой проект как правило этих пользователей там какая-то сложная система доступа один в один кусочек имеет право писать другой в другой кусочек имеет право писать но это некоторая работа над общем репозиторий главный недостаток централизованной системы контроля версии стоит в том что каждый комит который вы делаете в чужой в в общей репозитории может помешать работе других людей ну потому что прямо под ними прямо вот они то все еще думали что комит что они что у них актуальная информация на компьютере в это время вы прям под ними выбиваетесь под них доска что-то такое меняется поэтому дисциплина оформления комитов в распределенных системах контроля версии в централизованных систем контроля версии обычно довольно сложный и как бы требует некоторых админских есть понятное дело что допустим в открытой модели разработки когда программа разработает кто хочет это работает очень плохо и гид следует другой идеологии в которой у каждого есть специальное место куда он публикует свой репозиторий вот то есть смотрите вот у нас есть место на гитхабе я продолжу извращаться с старым своим репозиторием не обязательно гитхабе я продолжу извращаться со старым своим репозиторием который называется пигеем это какая-то семилетней давности какая-то была история вот значит вот мы его клонируем только не так а вот так вот клон с помощью того самого ключа о котором шла речь сейчас мы удаляем его еще раз вот в результате операции клонирование репозитория происходит фактически его удвоение один репозиторий у меня лежит на гитхабе вот интерфейс гитхаб для его просмотра и совершенно такой же репозиторий у меня лежит в локальном на локальной машине вот он при этом а сам репозиторий в некотором внутреннем формате лежит вот здесь вот это вот все вот эти каталоги и кстати не видно на гитхабе вот это вот вот это вот и есть репозиторий полный его копия одно из свойств гита как система контроль версии он содержит полный репозиторий в локальном виде на локальной машине то есть вот сколько у вас мест где вы занимаетесь разработкой над вот репозиторием допустим по ним столько мест у вас содержит полный репозиторий со всеми версиями во всеми историями всем остальным склонировал то есть есть один репозиторий тут один репозиторий здесь до соответственно вся разработка если она индивидуально то есть есть вы один на проект выглядит совершенно просто вы совершаете какие-то изменения в локальном репозитории а потом эти изменения публикуете накапливать какое-то изменение какое-то количество изменений в локальном репозитории публикуете идея состоит в том чтобы публиковать только очень хороший код ну то есть и действие в том чтобы комитить только хороший код но публиковать только очень хороший код зная что с момента публикации кто-нибудь может ваш этот код тоже склонить или там помериться с вами и вот как бы продолжать разработку это значит что в тот момент когда человек захотел синхронизовать с вашим репозиторием там должно быть хорошо вот это добавляет в классическую схему с централизованным репозиторием еще один шаг который мы поговорим чуть позже когда мы говорить про цикл работ а помимо понятия репозиторий как я уже говорил лежит вот здесь и по истории каталоге . гид существует понятие рабочая копия рабочая копия и это все файлы и каталоги разумеется тоже который соответствует какому-то состоянию вашего репозитория то есть ну вот вас весь репозиторий история разработки там прям дерево целое вот то есть там ну как бы ну все пора сдать от покажу какой-нибудь я книги той сердце где у меня тут есть гид оппозиторий ну вот не знаю о ну правда довольно простая довольно простенькое дерево разработки людей дерево да но по крайней мере она видно что она дерево вот например здесь вот ответвление происходит вот сейчас 1 найду день здесь прям целый граф интересно идут целый граф есть но нет тут графа обидно ну ладно в общем нет есть вот 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 отлично шикарно просто прекрасно сейчас я вам покажу это место вот смотрите разработка этого этого приложения велась таким образом что в какой-то момент от основной ветки были отфорка на какие-то работы а потом пример жена обратно то есть вот здесь вот работало два человека один вот эту красненькую ветку развивал а другой вот эту серенькую этот такой bass page а это бэрид мэтьюс да вот они работали в параллель этот который работал в параллель что-то такое реализовал а потом тот который значит при этом тоже работал в параллель над красненькой версии репозитория он значит взял и померзился а тут еще одна ну короче вот 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 такая картина как раз деревья с тем с графом даже не с деревья графом разработки вот здесь вот явно кто-то пахал джеймс морис пахал 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 потом пришел некто по имени лабаз и замерзил результат этого мориса морис продолжал пахать а потом опять замер вот это к тому что для каждого такой точки остановки в этом на этом графе разработки осуществляется срез всех файлов которые участвовали в этот момент в самой разработке он называется камин вот и точнее там кажется в детей еще про чем то есть но это в общем не важно и дальше мы можем попросить гид чтобы он прямо сюда прямо в каталог вот в этот самый каталог отложил все файлы соответствующие этой точке разработки то есть он вот файлы соответствующие вот этому комитом у нас встретят здесь например если я попробую откатиться куда-нибудь сильно назад например вот на этот камень с помощью гид чекал что я сейчас делаю я говорю и все истории комитов выбери мне пожалуйста ту историю которая доводит вот до этого комита и положили в отдельную ветку разработки которая будет называться он видите тут на один файл меньше нету пилинтер c вот что это означает это означает что вот у нас репозиторий он как был так и остался да я здесь ничего не менял в репозиторий сейчас репозиторий в сказать содержит всю историю правок ни одной правки а пока не производил я только поменял с помощью чекаута поменял содержимое рабочей копии вот этой из рабочей копии соответствующей в вершине разработки в рабочую копию соответствующую вот этому комиту довольно старик но фактически нам что нужно знать что понятие рабочей корпусы значит набор файлов которые мы взяли из нашего дерево разработки истории разработки вот рабочая копия бывает репозиторий без рабочей копии так называемый б когда то что вы видите вы видите прямо содержимое которое в нашем случае в каталоге . гид в этих репозиториях нельзя работать там ни одно нормального объекта нету но зато их можно хранить вот если будет у нас сегодня время я покажу если не будет не пока и последнее пожалуй что нам понадобится понимание значит вот три понимания до репозиторий ты верить ты 4 4 4 сущности локальная репозитория пустой для публикации понятие рабочей копии с которой мы работаем и понятие комита комит это такое действие по описание того какую мы задачу решили когда поменяли вот эти файлы история разработки состоит из цепочки комитов которые там еще форкаются там сливаются но из цепочки комит в которых друг за другом следует четко один комит следующий комит . комит это повторяю просто срез состоянии репозитория все объекты которые которые когда вы тогда делали свою работу вот ну и фактически вся история разработки просто представляется как такое путешествие между этими срезами вот у нас был набор объектов дальше мы какие-то из них поменяли получился другое бы объекта в комит это переход от налога набор к другому к комиту обязательно полагается так называемый комит месяч вот то есть описание того что вы собственно какую задачу решали и как именно вы ее решили коротко вот теперь давайте на примере значит вот мы уже сделали клон вот он был get клон давайте мы вернемся к нашему check out ветки мастер вот вот мы говорим get status и получаем информацию о том что все хорошо мы как бы наша рабочая копия полностью полностью вот полностью соответствует содержимому на вершине на вершине им ветки мастер то есть полностью соответствует вот этому камеру дальше мы начинаем что-то редактировать и допустим вот как в прошлый раз меняем один или несколько один или несколько файлов потому что в комит может входить сколько угодно исправлений потому что комит должен решать какую-то задачу значит смотрим гид говорит что у нас есть измененный файл этот файл который измененный надо добавить в список для будущих комитов почему так потому что мы можем сделать кучу изменений а потом часть из них поделить на несколько комитов сначала но потом другой вот так этот файл добавляется теперь гид говорит смотрите тут он говорил вы тут что-то сделали но в комит это не попадет будет что-то сделали в комит это попадет дальше мы берем гид комит гид просит нас рассказать какую задачу мы решали это была задача чисто теста и об этом мы напишем вот в результате чего мы проделали мы выполнили операцию изменения локального репозитория и там появился новый комит то есть новое состояние demonstrate там было слово demonstrate но неважно в новое состояние всех файлов нашего репозитория до очередной комит мы таких комит можем сделать много ну давайте нет не здесь сейчас секундочку ну ладно потом или нет сейчас извините одну одну вещь сделаю сейчас простите 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 вимбукап она называется вот есть не сделать этот каталог все мои страшные плагинчики вот да так вот значит здесь все нормально ну не знаю пылинтер c какой-то в какая-то правка неважно а естественно вот вот значит опять мы видим что гид статус нам говорит что есть не добавленный файл 1 мы опять его добавляем говорим комит можно вместо того чтобы редактировать комит месседж с помощью редактора задать его просто с помощью ключа минус м вот и получаем два комита уже вот этот и вот это обратите внимание на вот какую вещь вот здесь наш гид помнит состояние нашего не репозитория на удаленной машине то есть гид знает различие между локальным репозиториям и репозиториям для публикации который вот вот тут вот оригин называется можно заглянуть вот сюда тут собственно все написано да вот здесь это название репозитория для публикации это откуда мы значит получаем информацию это куда мы по умолчанию путь как бы скак из как с какой ветки по умолчанию мы синхронизируемся вот ну в общем вот как видите на данный момент где статус на данный момент состояние нашего репозитория удаленная такое что локальный репозиторий забежал на два комита вперед если мы считаем что все теперь нормально и мы можем публиковать наши исходники они уже хорошие мы все задачи решили то мы говорим get push вот этот get push сработал потому что у меня включен агент который показал показал значит гитхабу хороший годный ключ агент у меня включен на локальной машине проброс агента с ключом минус а сделан на линук спрак на линук спраке значит это теперь тоже работает вот после того как мы сделали вот это на удаленном репозиторий появляется опубликованные наши изменения и теперь с ними могут все меры своих принимать во внимание дальнейшее знание про гид во первых читайте про гид это отличная книжка там написано гораздо больше того что я могу рассказать вас за фикс нам тайм вот во вторых возможно вам понадобится будет интересен курс совместной разработки который будет у нас весной весеннем семестр а мы возвращаемся к нашим линуксом потому что у нас осталось что-то вроде что-то вроде меньше часа до до осталось у нас меньше часа на разговор про эти ваши линуксы поэтому давайте мы поговорим про них единственное что я хочу сказать что когда мы начинали каждый раз работу с клонированием склонирование а когда мы хотим продолжать работу потому что где-то что-то было изменено ну давайте я все-таки покажу да вот допустим мы в другом месте изменили наш наш репозиторий вот теперь если мы вот эта кнопочка одновременно сделала и от и комит и пуш все получилось одной кнопкой именно поэтому не очень хорошо пользоваться гитхабом чтобы понимать как работает одновременно все три действия проделались то есть к этому моменту сейчас мы узнаем гид статус пока не знает сейчас как бы это сказать там если мы скажем гиппу то выяснится что наш локальный репозиторий теперь отстает от удаленного репозитория на один комит вот и этот комит к нам приезжает а дальше по кругу снова изменения отметка для комита комит изменения ну и так по кругу по кругу по кругу и публикация в случае когда это хорошо все значит пока что на гимнами ките сделаем паузы просто потому что иначе мы опять застрянем больше той темы которые как хотелось значит давайте поговорим про программирование про разработку чем отличается разработка от программирования тут не зря под пункт для самых маленьких понятное дело что я говорю совершенно очевидные вещи вот и говорю их исключительно для того чтобы в будущем надеяться на ну как бы на то что все все это помнит разработка это не только ну программирование исходного кода это создание всего это процесс создания всего того из чего можно собрать сделать финальный продукт причем не один неоднократный процесс а довольно такой поступательный вот состоящий из таких комитов например кроме того помимо исходного кода на языке программирования есть куча всяких сопровождающих данных вот эти мультимедиа документация причем как внутренне так и внешне как технической так и пользовательской и все остальное которое тоже входит в состав программного продукта и это тоже является частью разработки разработчик совершенно не обязательно программист вот понятие разработки входит также процесс превращения исходных текстов собственно в продукт подлежащий распространению дистрибуции да так называемая сборка вот этой сборкой мы будем больше всего заниматься в этом семестре кроме того в процессе разработки очень часто возникает необходимость тестирования отладки тестирования вообще всегда отладки тоже в общем-то вообще всегда и поскольку это неразрывно связано с тем в чем мы будем заниматься то тестирование отладка мы тоже будем заниматься вообще говоря разработка как рабочий процесс на этом не заканчивается потому что вот этот ваш продукт который вы сделали надо еще разработка заканчивается а жизнь продукта на этом только начинается я немножко соврал разработка заканчивается на этом но программный продукт только в этот момент и начинает жить по-человечески его надо доставить то есть во первых у надо где-то опубликовать программный продуктом только в ком-то репозиторий потом его надо доставить до потребителя до человека который его устанавливает дальше он устанавливает отдельным так сказать возможно с некоторыми плясками а дальше он у него работает его надо как-то сопровождать этот программный продукт вот значит вот про все это мы разговаривать напрямую не будем вот ну собственно по этой причине ну чтобы было опять-таки понятно для самых маленьких про что будет разговор про что нет ну и последнее замечание для самых маленьких состоит в том что разработка состоит из редактирования сборки попытки запуска редактирование сборки попытки запуска редактирование сборки попытки запуска и я специально говорю слово сборка точнее даже сборка и подготовка к запуску поэтому что это не только компиляция большие проекты довольно трудно превращаются в что-то что потом можно запустить и вот этот процесс превращения большого проекта в что-то что может пустить не только компиляции относительно того как у нас будет устроено редактирование на вот этой удаленной машины вообще говоря поскольку мы имеем дело с небольшими проектами нам не нужно будет использовать по крайней мере не подразумевается что мы используем какие-то большие идеи вас то есть программирование на си можно же писать в страшных монстров типа того же эклипса или в с кода или там же у джебрейса есть какой-то универсальный интеллиджи да вот короче говоря в каких-то больших монстрах в которых все действия про которые будем говорить вот в этом семестре засунуто под какие-то кнопочки фактически курс в по разработке превращается в курс по нажатию на кнопочки чего я в общем не хочу есть гораздо менее монструозный проект типа того же вы из кода он все таки поменьше как код хотя в нем есть куча плагинов и всякий джинни кд blocks и прочее 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 вы скот все-таки где-то между тем и си которые проще в освоении но опять таки как только ну и главная фишка в том что в них под капот запрятаны всякие инструменты разработки а мы как раз будем изучать именно инструменты разработки поэтому их я тоже не рекомендую вот поэтому для нашей цели подойдет абсолютно любой редактор обычных текстов надеюсь здесь присутствующим не надо рассказывать чем отличается текстовый редактор от текстового процессора ну те кто и процессор типа там не знаю любви офис или microsoft word а текстовый редактор это что редактирует собственно текстовые файлы такие файлы которые при выдачный экран показывают то же самое как в редактор текстовых редакторов очень много годится абсолютно любой хотя было бы неплохо чтобы в нем поддержку по крайней мере расцветка синтаксиса того файла который мы редактируем программировать будем на си в основном вот значит а расцветка синтаксиса программы на си вот поскольку таких редакторов много вот можно даже сходить вот сюда вот тут есть такой обзорчик и там будет много редакторов консольных редакторов которые вот рекомендуется к использованию то я становлюсь на одном и это конечно будет вим просто потому что я им умею пользоваться последний там пару десятков лет поэтому когда мне нужно выразить какую-то мысль скорее всего буду на автомате запускать вим не думая да но в принципе совершенно необязательно совершенно необязательно использовать именно вим в качестве редактор можно использовать что угодно почему вокруг вима столько плясок то ещё есть гимакс Spirit Max кажется и стремительно теряет популярность хотя крутая была штука не знаю почему вот почему вим стревительно теряет популярность потому что донюím ens почему vim я не рекомендую из коробки потому что у него очень не похожее на обычный редактор концепции редактирования в каком-нибудь редакторе ну не знаю там mc едите например вот в котором редакторе mc едет редактировать концепция редактировать совершенно совершенно классическое вот вы перемещаете по файлу и в том в том месте где вы за счет нажимаете какую-то кнопочку эта кнопочка просто приводит к тому что это либо управляющей кнопочкой со стрелочками там и чем-то таким либо эта кнопочка с буквками которые вы вводите значит дальше вы говорите сохранить сохраняете выходите из редактора и видите что вот произошло изменение я кстати вызвал команду get div которая показал какие изменения провел а get reset минус минус hard синхронизует состояние текущей рабочей копии с репозиториям то есть если были какие-то изменения то эти изменения выбрасываются идет опять ваша рабочая копия опять чистая и красивая такая же как было вот когда же мы используем редактор вим то какую бы вы клавишу не нажали на клавиатуре по умолчанию она воспринимается как управляющий то есть все буквы все control что-то сочетание ну и стрелочки разумеется тоже вот я например сейчас нажимаю клавишу фигурная скобка вправо оказывается если нажимать фигурную скобку вправо то курсор перемещается по абзацам например или я нажимаю вопросительный знак видите никакого никого посетительного знака не появилось он где-то там внизу отобразился это поиск если я сейчас наберу слова класс то произойдет поиск слова класс данном случае направлении снизу вверх я нажимаю букву n это тоже команда просто буква n это команда next и так дальше и так дальше то есть редактирование в режим редактирования когда вы вводите текст а он появляется на экране время включается не сразу но как он включается он включается например с помощью командчики и insert я нажимаю и мы переходим в режим вставки обратите внимание тут написано что мы пришли в режим вставки и вот теперь то теперь то у меня все что я набираю на клавиатуре не превращается в команды редактора а набирается на экране вот я нажимаю escape и перехожу из режима вставки обратно в режим командный где нажатие на любую кнопку приводит к выполнению команды редактора вимпера команды двоеточие это переход в команды и вима а команды w в рай это запуск запись файл на диск вот при некотором при некоторой сноровке пользоваться вимом очень удобно вы это увидите потому что я повторяю я буду в минуты когда мне хочется что-то сделать в редакторе конечно же пользуется вимом вот при некоторой сноровке вим пользуется очень удобно особенно для небольших проектов где не нужно вот это вот все но если вы не знакомы с редактором вим то сразу начинать с него не советую ну например а как выйти из редактора вим чтобы выйти из редактора вим надо сначала нажать иски в любом случае тогда если вы внезапно были в режиме вставки вы перейдете в режим командный дальше двоеточие дальше q и восклицательный знак и дальше ельца только так из него можно выйти по-человечески вот соответственно если тем не менее вы верите например мне что это один из самых крутейших редакторов или по крайней мере очень удобный в частности для работы в консоли то можете запустить программу вим тьютер вот установить ее и запустить которая вам научит пользоваться редактором вим вот в очень простом стиле у вас есть текст вы его читаете вам говорят нажимаете клавишу живу перевести перемещать курсор читаете читаете и хжикл и печь и вот пишет все что тут написано идет слава богу перемещение по и экрану в редакторе вим да тут вот уже народ шутит что выход из вима это алисет да значит вы слава богу перемещение по редактору вим еще и стрелочками можно делать и пылья пыльдом можно делать вот но все равно да значит пока вы не пройдете вим тьютер я вам не советую прямо с самого начала начинать с вима да вот по редактору вим есть всякие ресурсы значит учебник книжка просто один и так дальше ну вот тут люди уже тут люди уже начинают делиться всякими знаниями про том как настраивать вы им дальше если вы хотите мы можем где-нибудь устроить прямо отдельный разговор отдельные занятия по виму вот и тогда там будет место для ответа на эти вопросы пока что скажу так даже в случае от линукса даже из коробки вим работает очень неплохо вот человек с ником маркизио в своем вопросе намекает что включать номера строк полезно я всегда включая номера строк я может быть в какой-то момент еще поставлю любимый свой плагин который занимается синтекс чекингом то есть вы пишете программу а он вас значит тыкает вам и говорит вы некрасиво разметили функцию здесь там два пробела надо вставить вот полезная штука но сам бим настолько толстый что я как правило ну вот я лично почти ничем не пользуюсь но я не профессиональный разработчик в том смысле что не занимаюсь разработкой приложений 24 на 7 вот и возможно есть хороший набор всяких вимов коту смысле всяких плагинов к виму которые улучшают конкретную работу я в общем пока вот если такой вариант да не смогли выйти пришлось осваивать вим тьютер вам в руки правда хорошая штука ну вот видите люди люди всякое всякое говорят значит он вим это не увидим видимо да есть такой новый вим у вас это для редактирования теперь относительно сборки до того чтобы у вас вообще какая-то программа скомпилировать был бы неплохо чтобы ее был чем компилировать вот а командная строка но я надеюсь что все понимают что основной инструмент работа с командная строка все примеры с команд строки никаких кнопочек вот это все тут как бы мне кажется что люди которые вообще знают про то как вообще все происходит вот таком кондом линуксе это вот у нас кондовый линукс смысле в нашей лекциях когда вот у нас есть файл носить который необходимо превратить в программу и он скомпилировать для того чтобы скомпилировать вас системе должен быть собой компилятор давайте попробуем нет в нем ни одной ошибки при компиляции образуется файл под названием а . out если вы другого не сказали вот который можно запустить вот пожалуйста в чуть-чуть а . out мне кажется так пошла эволюция то есть когда-то очень давно компилятор был такой удивительной программой который что-то там такое делала и значит и что там такое и даже какой-то файл порождал этот файл назвали . out на самом деле понятно в последнее время так никто не делает обычно как делают смотрите если если у нас программа называется example 0 да то наверное и бинарник от нее должен называться example 0 обычно пишет так cc example 0 минус о example вот что это означает скомпилировать файл носи лежащий файл example 0 вот и положить его в бинарник который называется example 0 давайте попробуем минус векстра как там тут у спасибо спасибо александр александр посоветовал флаг минус векстра мы увидели ворнинг который состоит в том что у нас есть функция мэйн от двух параметров и эти параметры не используют аньюзит параметр обычно обычно приоритет этого ворнинга выше но именно в мэне как раз допустимо не использовать ни arc c ни arc v поэтому он по умолчанию молчал бы векстр видите нас нам рассказал некоторую диагностику обратите внимание на то это довольно обычное свойство языка программирования си что несмотря на наличие каких-то там ворнингов программа собралась для того чтобы программы не собралась даже несмотря на личный горнинг дальше говорить минус вера тогда он будет считать всего рынке ошибками и видите он ничего не собрал только в этом случае победальник не соберется а если вы просто сказали cc соберется даже есть там были какие-то серьезные ворнинги это ваша проблема в действительности запуск программы cc это сложный процесс в течение которого запускаются четыре как минимум четыре различных инструмента это сишный при процессор который cpp это компилятор собственно у нас стоит здесь гнусе компайлер gcc это ассемблер потому что компилятор генерирует ассемблированный код ассемблер потом его переводят в объектный код и это компоновщик объектных кодов который добавляет к вашему исходному коду нужные кусочки библиотеки или ссылки на нужные кусочки библиотеки исполняющий библиотеки сей в данный момент вот и уже он компоновщик делать нам вы запускаемый бинарник вот давайте попробуем кстати это проверить ольга стресс не стоит ну давайте тогда так сначала сделаем вот так вот минус е команды cc минус е запускает только при процессор вот это вот бешеная штука это результат обработки при процессором файла файла с примером давайте его назовем так example 0 . . минус е . си ватук минус я большое вот это нам вообще-то вообще-то весь и стадио аж сюда приехал вот в виде инклюда хорошо давайте попытаемся скомпилировать да пожалуйста это же тот же самый файл только после обработки хорошо следующий шаг это обработка его ассемблером то есть перевод перевод файла из си в ассемблерный код вот и файл в ассемблером коде выглядит вот так на языке ассемблера вот это уже такой типичный гну ассемблер довольно коротенький понятное дело что вот в этом файле который мы видели в нем в основном команды при процессора и определение типов которые нам не понадобились поэтому они все уехали нам они просто были не нужны вот получился довольно аккуратненький файл на ассемблере который вызывает собственно наш printf вот и теперь этот файл на ассемблере можно собственно превратить в объектник минус у ц кажется минус как как-то так а может быть и нет сейчас вспомню да минус c маленькая обратите внимание на то что компилятор си отлично обрабатывает файл на сэмблере ему и он просто запускает вместо себя запускается ассемблер вот получается объектный файл вот этот объектный файл уже он не в него не поглядеть он не текстовый скажу хотя если внутрь заглянуть там видны какие-то куски текстов видите gcc от linux и лев начали вот какие-то куски функции которые мы и вот ну в общем вот он он не текстовый вот как ведь утилита файл отлично понимает что какого типа у нас какой текст вот вот этот еле и где-то было дал формат или что-то такое не помню как он называется расшифровывается это уже фактически исполняемый файл но еще не готовый почему потому что в нем например непонятно еще как например вызвать функцию printf мы же ее не писали значит и в этом файле нету она короте ага вот андрей тут советует ключик минус safe temps и все эти файлы отложились бы одновременно если не не изменит память но в общем и так тоже неплохо получилось вот ну и наконец для того чтобы из объектника собрать исполняемый файл я все тот же cc вот который на самом деле в этом случае запустит уже компоновщик вместо себя этот компоновщик скампину этот самый экземптом меня спрашивает артем не страшно ли на сизифе на постоянной основе сидеть но слушайте есть такой термин ролик релиз да то есть это релиз который обновляется постоянно после проведения тестов конкретно репозиторий сизиф сообщества от linux team устроен таким образом что сломать его то есть превратить в репозитории в не работоспособный очень тяжело можно только логику сломать если у монтейнер ну реально по крупному ошибся и собрал программу который просто не работает и не сумел и должным образом протестировать да или за счет который работает по-другому она за счет нее состоит операционная система там не знаю сломал систему д человек да вот то да наверное при обновлении из такого сизифа все будет не очень хорошо но в действительности современные роллинги особенно обмазаны таким количеством средств интеграции и проверки качества как у нас в тим это довольно безопасная штука вот понятное дело что скажем отдел тестирования компании базальт из по над сизифом не сидел до отдел тестирования компании базальт из по проверяет способность пользовательских и системных инструментариев для релизов наш но это немножко другое так что нет не страшно зато всегда имеешь под руками самую свежие все а если она вдруг не свежий всегда есть возможность собрать самое свежее но тебя будет самый свежий я очень давно нигде на своих машинах не использую ничего кроме сизифа платформы то есть стабильные релизы используют только в продакшене там где мне не хочется самому много администрировать поставил продакшен и забыл и так время от времени поглядываешь там обновление security безопасности вот так что не вижу никаких проблем реально сизиф более стабилен в смысле внутренней цельности и отсутствует допустим всяких неразрешимых неразрешенных функций и отсутствия метров чем допустим дебиан стабил демонстабил в этом смысле более стабильные такие дела значит примерно как дебиан тестинг хотя трудно сравнивать последнее что я хочу сегодня рассказать это про то в каком окружении ну наше домашнее задание будет состоять в том чтобы научиться собирать программу hello word вот в каком окружении все это должно происходить значит ну вот окружение практику мы вы видите перед собой то которые я могу по запросу выдать людям она представляет собой линукс дистрибутив установлен виртуал опять-таки совершенно другая тема которая мы когда-нибудь поднимем по курсу именно линуксовому про линукс это как устроен линукс дистрибутив пока что вам надо нам надо нам с вами надо знать что все без исключения программный продукт которые входят дистрибутив находятся в репозитории вот том самом в этом случае дистрибутив который делать сообщество от линук steam вот в том самом сизифе о котором спрашивал артем сейчас вот их там десятки тысяч ну релли 20 с гаком тысяч у нас и установка любого программного продукта из дистрибутив из репозиторию происходит примерно одинаковым способом вы запускаете специальный установщик который берет и разворачивает архив с соответствующим продуктом в рамках вашей файлы системы линуксовый а в линукс файл системы вы помните она стандартная то есть бинарники лежат в каталоге бина юзер бины библиотеки в липли юзер лип там документации за шаридок ну и так дальше все в стандартных местах вот разворачивает этот архив регистрирует его файлы проверяет зависимость запры проверяет значит не нужно ли при установке еще какую программочку запустить чтобы там что-нибудь сама зарегистрировалась вот проверяет зависимости между пакетами чтобы они были все удовлетворены ну и так дальше установщик не может внезапно удовлетворить зависимости если они не удовлетворены и таким такими вещами а именно анализ репозитория выяснение что для установки данного пакета нужно поставить еще десяток других пакетов по зависимостям вот такую задачу выполняет другой инструмент который называется пакетный менеджер вот вот с помощью этих двух инструментов вы организуете себя окружение в котором должен быть как минимум редактор и как минимум компилятор в дальнейшем мы увидим что нам понадобятся еще инструменты всякие ну типа мэйка мы туда тоже будем ставить вот и я буду ставить на значит наш проект на наш сервер практику чтобы можно было не там пользоваться в частности нет давайте сделаем так убежала вернулась а в частности вот мы запустили пакетный диспетчер который называется который скачивает сейчас с удаленного места где у нас лежит репозиторий индексы репозитория и когда он их скачает долго качает смотрите-ка а скорость какая-то фиговая но у нас нынче вообще скорость фиговатая между любым местом и любым местом по известным нам причинам вот ну ничего будем терпеть я надеюсь что в мирные дни будет нормально все со скорость да ну хорошо пока он качает я рассказываю пакетный диспетчер он работает с индексами репозиторий он умеет как видите выкачивать в том числе не только индексами сами пакеты формировать анализировать граф зависимости между пакетами то есть для работы какого пакета какой еще нужно поставить выкачивать весь этот граф и формировать большую команду для установщика дескать установщик установи пожалуйста вот это все да вот чего собственно намерил был намерен сейчас вам продемонстрировать насчет скорость скорость интернетов прям скажем отсутствующие вот а я даже знаю почему я даже знаю почему нет нет значит я думаю что дело в том что эта машина находится в гостевой сети а скорость гостевой сети у нас сильно сильно заниженная да да совершенно справедливо вот артем говорит что если у вас плохой интернеты или дорогие интернеты или медленные интернеты то было бы неплохо держать локальное зеркало того репозиторий из которого часто обновляетесь и чтобы она там по ночам потихонечку медленно локальная дешево обновлялась но в общем я уже от этого отвык понятное дело о слушайте это прям две минуты целых кошмар а ну хорошо тогда когда она парка прочухается мы с вами вернемся к этому разговору а пока пойдем просто дальше смотрите вот у вас есть программный продукт он не работает пока вы не поставите помимо него еще какие-то другие пакеты типичный пример зависимости на библиотеке да вот у вас есть программа которую пользуются ну не знаю там рисует графику с помощью мяса любви любви соответственно без липг или эта программа работать не будет ну давайте я прям покажу да вот а ну конечно экстерм это не x тем ну ну не знаю там господи вот вот простейшая программа которая не то чересчур простейшая давайте хотя бы вот такую вот простейшая программа которая на самом деле вот которая только и делает что показывает в увеличенном виде кусочек экрана все простейшая программа бесконечность хочу бесконечность бесконечность но у меня поняли вот эта простейшая программа x zoom зависит вот от таких скомпилирован вот с такими библиотеками но не зума их зум жену вот прошу прощения вот с такими библиотеками к бабе ванге ходить не надо чтобы догадаться что библиотеки начинающиеся на x большое не содержится в стандартном наборе пакетов и скажем их нет у нас на сервере на по сервер практикума а содержится все других пакетах ну давай посмотрим вот эта библиотека содержится в одноименном пакете xdm cp вот это в одноименном пакете либо x11 ну кажется кажется капитан очевидность взял свое а вот это допустим либо x cp вот это означает что если мы не поставим пакеты вот эти все все пакет которые которые содержат вот эти библиотеки тот программ просто не запустится их зум давайте просто посмотрим вот действительно вот вот но остальные стоят по зависимости эксплуатационное окружение это такие пакеты без которых ваш программ просто не заработает сборочное окружение это дополнительно такие пакеты которые нужны для того чтобы вообще из ваших исходников сделать ваш бинарник как правило это компилятор си конечно это компоновщик какой-то очень часто это девел версии библиотек сейчас я про чуть-чуть расскажу вот какие-то хидер файлы для то что можно было писать программы с использованием этих библиотек и так дальше сборочное окружение отличается от эксплуатационного наличием инструментов сборки далеко не всегда удобно держать сборочное окружение прямо на local хосте у себя на машине что там куча каких-то библиотек лишних кит компилятор еще что вот иногда бывает удобно делать это в каком-то изолярное окружении на виртуалке на соседней машине нас и на сборочном сервере где-нибудь в другом месте вот так и что он получилось наконец для того чтобы еще и разрабатывать как правило нужно поставить что редактор какие-то плагины к редактору до уметь читать документацию если документации какие-то локальным штукам она тоже должна локально стоять то есть машина на которую вы еще и разрабатываете должна быть еще больше оснащена каким-то дополнительным инструментом ну в частности не хватает мне для разработки для моих сугубо личных целей вот на машине практику не хватает такой утилит который называется стрейс я чудил я говорю об этом стол стрейс чё при этом происходит апт пакетный диспетчер говорит для установки стрейс нужно установить еще один пакет который называется либо вот мы их скачаем сейчас и установим вот он их скачивает и запускает другой пакетный установщик который называется рпм в одиноксе именно так апт в качестве диспетчера рпм в качестве установщика и от рпм устанавливает эти два пакета чисто теоретически я могу с помощью установщика удалить пакет липдв но нет он говорит не могу удалить пакет еды потому что а вот пакета стресс я могу удалить потому что от него ничего не зависит а теперь могу и липдвы удалить вот таким образом удаляйте устанавливать пакеты можно с помощью рпм а вот делать это с учетом дерево зависимости и со скачиванием соответствующих инструментов можно только с помощью более высокоуровневый инструмент который в альте называется взяты с тебя вот зачем мне нужен был стрейс я хотел запустить пострейсить этот самый cc вот эту программу я хотел пострейсить как она там называлась а это не здесь вот здесь о ладно еще минус f конечно так давайте смотреть чем чем мы запускали вот мы запустили cc этот cc запустил собственно вот этот cc cc 1 я вот не вижу тут при процессе а сначала был запущен gcc потом был запущен cc 1 я не вижу здесь запуска при процессором он видимо был вот этот cc 1 породил нам ассемблерный код ассемблерный код обрабатывался ассемблером в чем несколько раз был получен файл . а вот он нет не он где-то там дальше затем был запущен был запущен был запущен утилита коллег 2 которая что-то там собирал какую-то информацию и затем был запущен компоновщик вот то есть как видите программа компиляции она на самом деле состоит из запуска нескольких инструментов вот что еще хотел еще хотел поставить редактор какой-нибудь ну типа микро например вот если сходить по вот этой ссылке всякие ну как бы интересные консольные редакторы микро там чуть не на первом месте ногу написан такой вот редактор вот теперь можно запустить контрол g help как из него выйти контрол g контрол q о контрол q из него выйти счастье не хочу им пользоваться вот а ну собственно осталось пять минут до конца лекции так что резюмируем домашним заданием будет организовать для себя такое место где вы будете решать домашние задания и добиться чтобы там стоял редактор который вам нравится или которые скажем так с которым вы готовы смириться компилятор си который работает гид как минимум программа гид кори вот и чтобы можно было отредактировать файл под названием hello.word записать его и скомпилировать скомпилировать его и выполнить вот если вы этого добьетесь то считайте что домашнее задание выполнено со следующего раза у нас домашние задания будут выглядеть в виде отчетов в том репозитории который вы регистрировали когда записывались на курс вот напоминаю что мы будем коммитить в гид напоминаю что оснащением linux машинки вы должны заняться самостоятельно я вам могу помочь в этом или написать мне в личку я вам заведу аккаунт на практике вот тут как видите скорость довольно медленно но я надеюсь чуть-чуть ее повысить ну так чуть-чуть вот а может быть действительно последую совету артема и попрошу админа мне казать но организовать быстрый доступ до локального репозитория машина находится у нас в офисе в гостевой сети если там есть прямой доступ до нашего офисного репозитория то был бы это быстро быстро и удобно вот значит вопросы какие вопросы еще пока остались так поскольку вопросов я не вижу да вот на этом видимо всем спасибо и всем до свидания следующий раз у нас уже разговор сейчас давайте посмотрим о чем у нас следующий раз разговор следующий раз у нас разговор будет непростой сейчас мы соберем программу которая будет что-нибудь делать вот в прошлом году мы с помощью библиотеки курсис делали такой примитивный просмотр щек текстового файла вот вот он чуть-чуть попрограммируем носить вот кто-то артем предлагает видео урок по настройке зеркало как настраивать сизифус мира ставишь сизифус мира да хорошо значит на этом тогда все раз уж пошло спасибо вместо вопросов артем если вы сделаете такой видео урок честь вам и хвала почему бы нет в следующий раз у нас простей простой простой проект здесь в прошлом году была работа с терминалом в этом году я не знаю по библиотеку буду использовать возможно такую же вот ну и собственно все всем спасибо всем до свидания